Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня будет очередной посев, и на этот раз я буду сеять плющелистную пеларгонию. Да, посев ее у меня был запланирован на конец декабря, но предновогодняя суета сделала свое дело. Я думаю, что не будет особого криминала, если я ее посею в начале января. Семена у меня из магазина у Беллы, но я надеюсь, что здесь всходы будут более результативными, нежели всходы клубневой бегонии. Получается, что у меня две пеларгонии Торнадо разных расцветок, белая и розовая, и пеларгония плющелистная Рич Аут. Также я вам рассказывала, что в мои планы входило приобрести еще несколько расцветок серии Рич Аут, но уже у компании Биотехника. Но когда, друзья мои, я увидела, какие будут черенки плющелистных махровых пеларгоний продаваться в магазине Огород Маркет по весне, я, конечно, все это дело переиграла и решила, что их-то я хочу гораздо больше, нежели семенные пеларгонии. Поэтому ограничимся сегодня тем, что есть у меня на данный момент в наличии. Есть у меня еще один пакетик, который я приобретала в магазине у Беллы. Это зональная уже пеларгония серии Квантум. В данном случае я взяла 2 по 3, то есть здесь 6 штук. Вот такие вот зеленые семена. Но так как у меня закончились ингредиенты для грунта, который я готовлю сама, надо все это купить и в ближайшее время ее тоже посеять. Грунт, как вы знаете, я готовлю сама. Единственное, что у меня закончился торф, поэтому сделала из того, что было. Это кокосовый субстрат, который обязательно нужно просеять, так как там встречаются крупные волокна. Речной песок, который нужно и просеять, и прокалить. И немножко добавляю биогумуса. Вот получается такая смесь. Ну и какие же 2 условия нужно обязательно соблюсти, чтобы дождаться таки сходов нашей пеларгонии. Это, конечно же, грунт не переувлажнять. В противном случае, если будет в контейнере болото, то семена благополучно просто там сгниют. Ну и второй момент. Не нужно их очень сильно заглублять. Кто-то даже сеет по поверхности, но я все-таки немножко предпочитаю присыпать. В один контейнер у меня отправится пеларгония торнадо. Здесь 6 семян. Ну а во второй я посею пеларгонию реча. Вот там всего 3 семечка. Вот такие вот желтые семена и разложим их в один рядок. Теперь, что касается увлажненности. Посмотрите, я сознательно семена, которые разложила, увлажнять не буду. То есть я их разложила уже на увлажненный грунт. И так как грунт, которым я буду засыпать семена, сухой, то я сейчас засыплю этим грунтом и только после этого пролью, чтобы излишне наши семена, не дай бог, не переувлажнить. Засыпать семечко я буду буквально маленьким слоем земли. Ну, можно сказать, как присаливать. То есть вот так. Больше и не надо. И только после этого я еще раз пролью водичкой с добавлением домоцвета. Как понять, достаточно влаги или нет? Да просто поднимите контейнер. Если он не слишком тяжелый, значит все нормально. Если он тяжелый, значит с водой мы явно перестарались. Теперь нам остается наш контейнер только накрыть крышечкой и убрать в теплое светлое место. Как правило, всходы появляются на третий-пятый день. Вот так легко и просто сеется пеларгония. Я надеюсь, что у вас все получится так же, как и у меня. Спасибо, что были со мной. Увидимся, услышимся. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok